МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новины меньшины на нашем канале. У студии Ирина Смольская. Витаю вас и сегодня в выпуску. Ураджайный прогноз. Аграры и меньшины проводят мониторинг стану озимых. Проверка монолитов показала, что состояние перезимовки озимых зерновых идет в хорошем состоянии. Гонор краю. Наслучшене поддали выники працы за минулый год и узнагородили успеховых вытворцев. Повышение конкурентоспособности продукции, снижение затрат коллективу нашему под силу. И мы, уверен, выполним эту задачу. Протых, кто тримает марку, материал Виктории Свирской. Узор спортивной архитектуры. Футбольный комплекс Борисов Арена. Майшоу у топ-30 лепших стадионов света. Похоже на какой-то космический объект. Праздничное настроение, конечно, это поднимает вот это здание. Ураджайный прогноз. Аграры и меньшины проводят мониторинг стану озимых. Уже докладно ведомо, некоторые участки довядятся пересевать. Поколь меньше за непокой выкликают сбоживые. Яны изнаходятся у добрым стане. А вот рапс после зимовки выглядая горш. Ранние восиньские морозы подчас росту культуры негатылно поуплывали на ее развитие. Але поколь аграры не дают докладный прогноз. И он будет ведомый на приконцы сыковика. При необходности сельгасвы творцы готовы пересевать рослину. Загадя был створен необходный запас насения высокой репродукции. Сегодня господарки уже забеспечены минеральными угноениями. Механизаторы завершают ремонт техники. И она повинна быть готова до перших сыковика. Всего отобрано монолитов с площади 855 гектаров. Из них озимые зерновые 572 гектара и озимый рапс 283 гектара. Проверка монолитов показала, что состояние перезимовки озимых зерновых идет в хорошем состоянии. Зимы остались практически все в удовлетворительном состоянии, в хорошем состоянии. По зимам у рапсов были вопросы, потому что в 10-15 числах ноября, когда шла еще вегетация, буквально днем были температуры плюсовые, а ночью уже был минус до минус 10-12. Состояние поля удовлетворительное, но еще не понятно до конца. Гонор краю. На случаях подвели выники працы за минулый год. Лепшие предприемства и организации отзначены дипломами. Сирот передовиков и мясовый хлебозавод. Предприемству уручили переходя частях за досягнение высоких вытворшо-экономичных пахарщиков. Про те, кто тримает марку материала Виктории Свирской. Як театр починается с вешалки, так слудский завод с продукцией, как тут кажуть, для души. Гэты солодкие экспонаты призеры республиканских конкурсов кондитерского майстерства за опошние 5 год. Композиции и сюжет продумгуются до дроби зеу. Называется английская технология отделки. Видите, насколько тонкая работа. Здесь есть свитки, есть тычинки, есть пестики. Все, так сказать, тут биолог не придерется, наверное, с точки зрения соответствия. Ща у кунчика цей танцующий кармен з мастики. Творчость коллективная, праца ювелирная. Месяц, полтора, где-то так. Потому что много мелких элементов, которые требуют усердия и внимания, и времени. Заводу больше к пустогодде. З их 32 годы на посаде керавника Александра Хазейко. История в фотосдымках быть самкинастушка, которую можно открутить назад. У нас проводились и семинары, в том числе союзного значения. А здесь изображены эпизоды нашей жизни. Дегустации, вручение наград достойным. Производственный процесс. У знагороды, доброченные акции, дегустации, у всех это есть еще не. На районном святе передовиков, праценному коллективу завода, уручили дипломы по честной переходе частях. Складниками такой знаки, окромя вытворчих показчиков, стали спортивные достижения и клопот про здоровье работников. Бассейн, сауна, фитнес, вытворчая гимнастика. На заводе заздоровала от життя, отказывая штатный инструктор по спорте. Люди меньше болеют, которые постоянно ходят, посещают бассейн. Они практически к врачу не обращаются. Для нас уже хлеб зовут как дом родной. Тут получается работаем, есть возможность заниматься своим любимым, так сказать, хобби. Вот я с детства стреляю, поэтому для меня это очень-очень. Два года тому тут запустили новую линию по выработке хлеба, которая значительно снизила энерговы датки. Взменения загранули и иншие участки. К концу прошлого года вот этот узел, эту операцию механизировали. По диагонали стоит автоматический надрезчик, который надрезает, делает надрезы на батонах. Ранее это выполняли люди вручную. Александр Козейко, гэты водорни переблытые ни с яким иншим. Трапятки относены до хлеба у его из детства. Я хорошо помню, как моя мать в деревне выпекала хлеб в зеже. Я немножко помню ту технологию, которая была, когда крестьянская. Но когда пришел на предприятие, я уже как профессионал освоил, оценил эту работу. Традиции протягивает молодой керауник. Вячеслав Козейко на предприемстве больше 10 лет. Человек для завода не новый, кухню ведая. Основные задачи, конечно, это, прежде всего, обеспечение хлебобулочной кондитерской продукцией Слуцкого города и Слуцкого района. Повышение конкурентоспособности продукции, снижение затрат. Коллективу нашему это под силу, и мы, уверен, выполним эту задачу. Сегодня Слуцкая продукция, вядомая в соседних районах, и до спадобы столичному споживцу досягается, это не только за кошты технологий. Працовный коллектив завода, соправды, команда, зладженность, подтримка и профессионализм – основные ингредиенты по спеху. Виктория Свирская, Юрий Никитюк, Минщина. До надзвышайных ударений, мощный туман сприваковал по величине колькости аварий на дорогах в области. Каля полсотни дробных аварий зафиксована у столичном регионе за сутки. Два человеки потерпели у ДТЗ у Борисови. 24-годовый мясцовый жыхар за рулем легкового автомобиля не справился с кированием. Машина съехала на обочину и урезалась у древа. Увы, неку сам аутоаматор и 23-годовый пассажир доставлены у лякарню. Незвычайную воротовальную операцию провели супрацовники МНС у престоличчи. На номер 112 потелефоновали заклопоченные батьки с поселка Лясны. Их полторагодовая дачка надела на голову подставку для детячих горшка. Самостойно вызволить девчонку дорослые не смогли. Воротовальники справились с проблемой за личные секунды. С допомогой кусачек девчонку вызволили с пластмассовой пастки. Арифметика здоровья на модернизацию медицины Крупского района все лето будет затрачено свыше 6 миллиардов рублей. Тут плануют с господарчим способом отремонтовать и оснастить некольки отделения у больницы. А так само привезти у належный стан амбулаторы и фельдшерско-акушерские пункты. Летось у центральной районной больницы адновили адразу два отделения – физиотерапевтичная и реабилитации. Сюня яны оснащены на иношем обсталяване. Гэта дозволяя проводить диагностику и лячение на высокем узровне. Насподарчим способом был адрамонтованный и фельдшерско-акушерский пункт поселка Крупки. Крупским, дякуючи перепланироваться, тут почали оказывать новые медицинские послуги. А специалисты до пациенту приезжают сами. Нагадаем ремонт господарчим способом, где во всех установках Ахова здоровья Нинской области. Мебель полностью заменена, пилопендовка полная и санузел. Можно считать, что работа была проведена от фундамента и до крыши. В перспективе на 2015 год мы планируем провести текущие ремонты госпособом в педиатрическом и неврологическом отделениях центральной районной больницы, а также в Бобрской и Ухвальской врачебных амбулаториях. Комплекс мероприятий по замене, начиная от замены сантехнического и оборудования и электропроводки, заканчивая внешним видом, заменой интерьера полностью и переоснащением полностью именно оборудованием. Узор спортивной архитектуры. Футбольный комплекс Борисов Арена увайшел у топ-30 лепших стадионов света по версии международной интернет-премии. Сирот его конкурентов сотни спортивных пляцовок у тим лику стадионы, где принимали чемпионаты света по футболе у Бразилии и Паудневой Африканской Республицы. Журе конкурса стало коля 100 тысяч интернет-корыстальников и профессийные архитекторы. Оценивалось незвычайное архитектурное решение объектов, их уникальность и функциональность. Борисов Арена стала первым белорусским спортивным комплексом, який номинованы на звание стадиона года. Спроектовали объект словацкие архитекторы. На обудовництво затратили три годы и больше за 55 миллионов долларов. Арена смещает до 13 тысяч болельщиков. Сегодня арена стала соправной визитовкой Борисова. Приятно погулять. Мы когда и шли, и дети застрели внимание на то, что похоже на какой-то космический объект. Это тоже такое первое впечатление. Мы даже сделали пару снимков. Ну, как бы так, праздничное настроение, конечно, это поднимает вот это здание. В городе появился такой объект, на который готовы и рады приехать люди со всех окрестностей республики. Очень хороший стадион для Беларутии, даже не то, что для Беларутии, для Европы один из лучших стадионов. И это всё, про что поспеваем рассказать вам сегодня. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok